Руины сегодня охраняют как священное место. Ключ от ворот всего один и находится он у волонтеров. Архитектурный ансамбль последний свидетель древнего Берестия. Но еще недавно его красоту было не разглядеть за сорняковыми зарослями и мусором. Приводить монастырь в божеский вид начали неравнодушные обрещания. Изначально это было человек 15, наверное 20, потом больше, больше городские субботники превратились. Зданий у нас огромная история у города и их достаточно много. Но я считаю, что такое здание оно одно и должно быть нам стыдно наследникам. Поэтому мы приложили максимум усилий. Сегодня архитектурный ансамбль спасаются обща. Наводить порядок помогают военнослужащие и коммунальные службы. Монастырь построили еще в 17 веке. За 400 лет исторический памятник сильно обветшал его. Деть экскурсии здесь стало просто небезопасно. Например, недавно здесь обрушилась центральная большая арка. Сотрудники группы патрулирования проводят свой ежедневный обход. Руины монастыря теперь охраняют днем и ночью. Охрана общественного порядка осуществляться будет преимущественно в ночное время суток, в темное время суток. И путем патрулирования. И со временем, конечно же, привыкнут люди, что здесь периодически появляются сотрудники в форме, что здесь нет необходимости, кроме того, что изучить, осмотреть этот объект, никаких совершать противоправных действий. По словам специалистов, патрулирование не потребует особых затрат, ведь сотрудники милиции так круглосуточно охраняют Брестскую крепость. И сделать во время обхода несколько лишних десятков метров труда не составит. Тем более, что в мемориальном комплексе сегодня работает велопатруль. Что же касается восстановления монастыря, то речь может идти о миллионах долларов. Пока силы брошены на то, чтобы максимально сохранить то, что уже есть, и привлечь к объекту внимание туристов и инвесторов. Кстати, первая рекламная кампания пройдет уже в этом году. У стен ансамбля проведут средневековый фестиваль. Мария Троинич, Игорь Хвичиня, Наши новости, Брест.